20 минут о красивой жизни в красивом городе это бьюти тайм на 31 всем здравствуйте спонсор программы профилактическая терапевтическая клиника формула модель x плюс на этот раз собрал не только участниц с пышными формами оказывается что и обладательницам стройных фигур тоже интересно поучиться принципам формирования современного гардероба о том как проходят теоретические занятия и практика узнала программа beauty time может ли учительница начальных классов быть экспертом в моде бухгалтер разбираться в трендах аксессуаров врач уметь гармонично составлять образы а полицейский иметь такую же походку как у супермодели проект модель x плюс от имидж клуба светлана научит каждую девушку независимо от возраста и параметров фигуры среди всего того что имеет приставку фэшн находить свой стиль после успешного завершения первого сезона проекта модель x плюс мы набрали новую группу второго сезона и она увеличена по составу почти на 30 процентов это говорит о том что зрителям наш проект понравился женщины нам доверяют состав участниц очень интересные группе девушки от 29 лет до 59 лет по профессии это очень разнообразной категории людей есть секретарь референт есть экономист есть финансовый директор хорошо у нас всегда представлена группа медиков и врачей они с интересом следят тоже за стильным имиджем то есть очень разнообразная публика есть пенсионеры но эти женщины тоже хотят выглядеть хорошо поэтому они вместе с молодыми проходят этот интересный класс дочь у меня занимается в имидж-клубе светлана уже 7 лет сказала что она разбирается в одежде лучше уже чем я я всю жизнь отработала в полиции и поэтому не то что проекта я телевизорами видим сейчас слава богу можете меня поздравить я вышла на пенсию на заслуженную вот сейчас я могу посвятить себе время уделить и я очень счастлива что я могу сделать что-то для себя создать узнать научиться создавать лично свой образ пользоваться какими-то секретами украшать себя как использовать аксессуары и вообще просто общаться с женщинами которые тоже сами хотят я думала что будет сложнее но вошла очень легко я узнаю каждый день что-то новое сегодня я впервые побыла моделью то есть такие эмоции не передаваем ничего подобного совсем для меня все впервые новое практически и теоретические занятия в рамках проекта посвящены порой самым неожиданным темам так например в начале обучения девушки проходят брофитинг навыки подбора идеального нижнего белья оказывается это не менее важно чем собирать многослойность или сочетать разные типы принтов вот видите что происходит косточка видите как она передавала вот это неправильно мне давили чашки то есть после того когда я примерила правильно белье они уходили в правильном направлении в сторону подмашки ничего не давила но комфортно и удобно вообще оброфитинге очень много узнала что это такое только сегодня узнала много полезного и как можно украсить свою фигуру в том числе через использование нижнего и правильного нижнего белья захотелось сразу приобрести потому что на примере наших участниц это очень красиво совсем по-другому смотрится на на человеке и для здоровья женщин очень важно по статистике при выборе нижнего белья многие девушки обращают внимание на красоту комплекта забывая про комфорт и удобство однако это еще не самое страшное неправильно подобранный размер ткани изделия или модель может серьезно навредить нашему здоровью брофитинг вообще это не только про красоту брофитинг это первую очередь при здоровье потому что неправильно подобранное белье может нанести вред вашему здоровью как это проявляется когда вы покупаете бюстгалтер маленький по размеру то есть на уменьшенную чашку чем вам она необходима у вас может быть где-то передавливаться что-то таким образом вы передавливаете лимфоузлы поэтому очень важно обращать на эти моменты внимание при посадке белья чаще всего ошибки допускают при подборе пояса билд очень большой и очень маленькую чашку поэтому брофитинг в первую очередь это про здоровье я учу женщин как правильно делать как правильно подбирать белье чтобы не нанести себе вред идеальное белье должно создавать правильную пропорцию неважно худая ли женщина или полная также при этом важны анатомические параметры бюстгалтера грации или корректирующих комплектов что значит правильное белье правильное белье нужно правильно подобрана если она правильно подобрана да если вы знаете точно свой размер как бы то ну и вполне возможно вы можете найти он вас маркете но как правило вас маркет ограничивает нас несколькими размерами то есть это 70 и 75 типа из 80 чашки а б ц д но зачастую нас у женщин мы настолько все разнообразны у нас настолько всех разная грудь и разные размеры что на самом деле как бы мы не все влазим в этот масс-маркет нас подгоняют под бельем так скажем а не белье под нас занятия с брофитером не прошли даром перебрав свой гардероб некоторые девушки обнаружили там в том числе и неправильные комплекты а избежать дальнейших ошибок помогут полученные знания а если возникнут сомнения то и консультация брофитера вы смотрите beauty тайм идеи для обновления сезонного гардероба в продолжении выпуска черный с белым в этом сезоне выступают в качестве классического сочетания они как модный тренд а это значит что акцент будет на форму если она строгая то обязательно получится что-нибудь в деловом стиле если костюмные брюки заменить на кожаные блузу на футболку в образе появятся жесткие байкерские элементы смягчить которые поможет объемный свитер но вернемся к деловому стилю его атрибутом по-прежнему является белая рубашка придать образу современное звучание помогут спортивные элементы так например юбку из мягкого трикотажа дизайнеры декорировали лампасом все вместе это смотрится и строго и торжественно и динамично и вместе с тем женственно а чтобы стиль кэжуал не выглядел уж слишком обыденно джинсы с футболкой можно заменить на юбку и топ с длинным рукавом который стилисты чаще называют лонгслив и какими бы не были цвета сезона в черно-белых сочетаниях по-прежнему большое количество вариантов комбинаций и каждый раз они выглядят по-разному вы смотрите программу beauty time продолжаем выпуск роль пуговиц в создании модной одежды нельзя недооценивать хорошая фурнитура делает ее одежду стильной и дорогой в зависимости от дизайна может кардинально менять характер и настроение добавить образу исторического флера помогают пуговицы с геральгической символикой каждая пуговица это как произведение искусства каждая вот из этих пуговиц она имеет свой характер и ее можно долго разглядывать у каждой свой сюжет интересный например здесь есть пуговицы в стиле милитари с гербами с мальтийскими крестами с альбами целый ряд пуговиц разных цветов с чертополохом чертополох он вообще является оберегом эти пуговицы могут использоваться в унифицированных моделях такие как пиджаки жакеты юбки при помощи этих пуговиц мы можем придать индивидуальности характер любому изделию такие пуговицы встречаются в коллекциях от кутюр да и сил на их производство уходит не меньше чем на создание уникальной дизайнерской одежды каждая модель пуговицы производится в ограниченном количестве здесь нет вот такого массового производства каждая партия ограниченного выпуска повторить такую модель мы уже не сможем многоступенчатое производство проходит много стадий обработки специально производит под каждую ткань под каждый принт производит именно свою фурнитуру чтобы это все друг с другом сочеталось и не противоречило друг другу а еще изготовление этой уникальной фурнитуры связано с таким понятием как экологическая ответственность производство организовано без вреда окружающей среде человек пройдет мимо его никто и не заметит собственно говоря с такими пуговицами пройти незаметно невозможно уникальное украшение только из натуральных камней регулярное обновление ассортимента ювелирный бутик частная коллекция нашим покупателям дарим сертификаты в ресторан билеты в театры челябинска и екатеринбурга да и обратите внимание на картины они тоже продаются самые актуальные модные тренды в вашем повседневном гардеробе магазин стрит кутюх на sony кривой 30 и пушкина 65 меди арт утонченная классика меди арт безупречный силуэт женственность главный модный тренд меди арт это платье вашей мечты меди арт гарантия восторженных взглядов сегодня сложно встретить взрослого человека который не принимал бы витамины а более того возникло даже отдельное направление которое называется нутрициология которая изучает системное употребление витаминов минералов и биологически активных добавок как все это организовать правильно чтобы не навредить своему здоровью смотрите прямо сейчас в современном обществе модно употреблять витамины регулярно и в больших количествах есть такое мнение что чем больше пьешь витаминов тем дольше проживешь оставаясь молодым здоровым и красивым однако золотое правило все хорошо в меру работает и в этом случае в последнее время терапевты все чаще сталкиваются ситуациями когда бесконтрольное потребление витаминов приносит реальный вред здоровью казалось бы витамины да ничего страшного не несут но есть такое понятие как гипервитаминоз а витаминоз гиповитаминоз то есть всегда должна быть норма много витаминов это тоже очень плохо то есть бесконтрольный прием витаминов без назначения врача без результатов анализов может привести во первых гипервитаминоза то есть это уже в большой концентрации количество витаминов которые называют начинают вызывать аллергические реакции недомогание плохое самочувствие и другие патологические состояния поэтому витамины всегда должны приниматься только по назначению врача под контролем врача под контролем результатов анализов и конечно с коррекцией медикаментозной терапии консультация терапевта требуется не только для выяснения дефицита но и для получения рекомендации по правильной сочетаемости витаминов между собой доктор должен понимать и определять не только сочетаемость при витаминных комплексов либо отдельно группы витаминов но и понимать можно ли этому пациенту принимать те или иные витамины потому что есть такие хронические заболевания при которых назначение витаминов тех же группы b до либо витамина c они противопоказаны то есть очень часто в периоды обострении холодных сезонов у нас что в первую очередь начинают принимать витамины c но нужно понимать что людям с сахарным диабетом как пример витамин c противопоказан потому что он задерживает биохимические процессы по углеводному обмену и повышает инсулино-резистентность поэтому здесь нужно очень важно подходить к вопросу но в наше время в основном поливитаминные комплексы они сочетаемы то есть там идет по концентрации по дозировке чтобы не было каких-то негативных побочных эффектов и так врача посетили анализы сдали рекомендации о дефиците получили далее остро встает вопрос о выборе витаминов фармацевтический рынок сегодня представляет сотни и тысячи различных брендов вопрос только в том сильно ли отличается к примеру витамин d за 200 и за 2000 рублей очень многие пациенты видят стоимость препарата начинают жалеть да на это свои личные средства и покупают более дешевый препарат мы должны понимать что такая ценовая политика она не просто так то есть идут затраты на сырье затраты на производство отсюда берется и себестоимость препарата если у нас препарат стоит 200 300 рублей то сырье который там находится она стоит буквально рублей 30 50 то есть мы понимаем что это химия в чистом виде что касательно витаминов очень важно не скупиться то есть приобретать препараты в котором более 80 процентов идет ракст растительных экстрактов компонентов ну конечно есть химические основы но без этого никуда потому что до срок хранения и другие моменты они предопределяют такие вещи но растительные препараты во первых это повышает биодоступность это вызывает меньше побольше эффектов и естественно повышает энергообеспеченность организма в разы поэтому на витаминах и вообще в принципе на препаратов нужно не скупиться это имеет очень большое значение и вне зависимости от того какой стоимости витамины вы можете себе позволить их употреблению должны предшествовать две вещи лабораторный анализ недостатка и заключение терапевта вы смотрите beauty time красивые подробности красивых событий в формате ноу-коммент в завершении выпуска а а а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Куллифтинг – это мезотерапия без уколов, плюс гидротерапия, карбокситерапия и криотерапия. Работает в глубоких слоях кожи, увлажняет, способствует разглаживанию морщин и выравниванию тона на поверхности. Методику куллифтинг оценили столичные звезды. Ощущение, что я выспалась на облаке, такое легкое, такое приятное, прохладное прикосновение. Это прекрасная альтернатива уколам и инъекциям. И это действительно оружие красоты. Это однократная процедура для красной ковровой дорожки, как мы говорим, и курсовая процедура для, допустим, коррекции обезвоженности, либо для коррекции морщин, либо для коррекции плохого цвета лица. Если хотим наблюдать стойкий эффект, нужно выполнить курс из 6-8 процедур. Инновационная методика куллифтинг появилась и в Челябинске. Она представлена в имидж-студии Елены Ивановой. Еще больше сюжетов о красивой жизни в наших группах в Инстаграм, ВКонтакте и на нашем Ютуб-канале. Заходите, подписывайтесь, задавайте вопросы, комментируйте и будьте в курсе. А на этом выпуск завершен. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok